ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и единственный наш молодой человек Дороган Евгений Кроме того, в нашей студии сегодня присутствуют дельфины, пира, так называемые Студенты факультета журналистики Южного Федерального Университета Это Лилия Гулиян, Мария Гурова и Давид Ригвава Ну а мы начинаем нашу программу Я приглашаю на сцену Ирину Абрамову, пожалуйста Ирочка, скажи, пожалуйста, ты с кем сегодня пришла на передачу? С папой С папой? Давайте, папа, ну-ка пристань Родитель, родил такую девочку И мало того, дайте поприветствуем Володя сам вокалист и он у нас обладатель вот на прошлом нашем конкурсе Почетнейшей премии имени Владислава Андрианова Давайте еще поаплодируем Ну а мы слушаем Ирину Абрамову Я, конечно, не принцесса Просто девочка и рыса Но исполнится мечта моя Королеву стану я Я готовлюсь к королеву Зубы чищу всякий раз Чтоб с крана улыбаться Ась плитно для вас Да-да-да, буду-бу-я Буду-бу-я Королевой буду-я Да-да-да, буду-бу-я Буду-я Королевой буду-я Утром делаю зарядку И танцую, и пою И читаю, и рисую Самой лучшей стать хочу Маме с папой объявила Чтоб готовились они Скоро станет ваша дочка Королевой красоты Да-да-да, буду-бу-я Буду-бу-я Королевой буду-я Да-да-да, буду-бу-я Буду-я Королевой буду-я Хотела бы задать девочке вопрос Какие сказки ты любишь? Какие? Про колобок Про репку Ну хорошо, такие пищевые сказки Это хорошо Это для наших детей характерно А какие герои тебе нравятся? Ну, герои, это ты сильно сказала Для маленького такого ребенка Ну, может, не герои Как там назовешь? Персонажи сказок Персонажи, да Кто из сказок, кроме колобка и репки Кто еще нравится? Серый волк? Нет, да Вот серый волк Маугли Маугли Поаплодируем, правильно Кирочка, садись Сейчас будешь смотреть за выступлением твоих коллег Я просто хотел бы сказать и родителям, и ребятам У нас впереди сидит пятерка Которая будет выступать на следующей передаче Через неделю Вот, и мы пригласили их вместе побыть в студии Потому что у нас очень дружный конкурс И они, безусловно, интересуются достижениями творческими друг друга И помогают вот ребятам сегодня участвовать в передаче А вот эти замечательные и красивые ребята Будут на следующей передаче Также помогать нашим ребятам Ну, а следующая у нас Мария Павлова Пожалуйста, Маша Маша, скажи, пожалуйста Как называется песня Которую нам подаришь Димисезон и рок-н-ролл Что такое Димисезон? Ну, все сезоны Все сезоны, да? То есть этот рок-н-ролл можно и зимой, и летом И даже в такую погоду, как сейчас, да? Да Ну и так, Димисезон и рок-н-ролл Голубые синие Небо и ручьи В синих лужах встречутся Такой воробьи На снегу прозрачные Стинки кружева Первые проталинки Первая трава Время мчится Лонгой птицей Улетает вдаль И листает в жизни календарь Время мчится Лонгой птицей Улетает вдаль И листает в жизни календарь Лук совсем, как птицевый Где цветов, плоток Небо, мёрт Где бабочка Где какой цветок Лес и поле В зелени Синяя река Белые пушистые В небе облака Время мчится Лонгой птицей Улетает вдаль И листает в жизни календарь Время мчится Лонгой птицей Улетает вдаль И листает в жизни календарь Подо льдами крепкими Дремлют воды рек Белыми сугробами Лёг на крыше снег В небе звёзды яркие Водят в календарь Старый год прощается Водит Новый год Время мчится Лонгой птицей Улетает вдаль И листает в жизни календарь Время мчится Лонгой птицей Улетает вдаль И листает в жизни календарь Улетает в жизни календарь И листает в жизни календарь И листает в жизни календарь И поэтому у нас громадный архив, который мы лет через 20, может быть, посмотрим и удивимся, какие же были эти замечательные детки. Давайте посмотрим выступление Маши на первом конкурсе «Донская волна», на самом первом, когда она была еще ростом сантиметров, ну, 45. Маши на первом конкурсе «Донская волна» Ну вот, замечательный танец, вы сейчас танцевали. Ты узнала себя, Маша? Да, узнала. Это на сцене как раз нашего музыкального театра. И вот мы видим, сидят такие очень ответственные люди, серьезные руководства нашей области. Они мало улыбаются. Но все равно вы обратили внимание. Но очень внимательно следили за выступлением Маши. Потом нам очень говорили, что мы делали этот концерт. Это посвященный 15-летию нашей телекомпании. Мне очень понравились все участники, в том числе и Маша. Ну, а теперь вопросы. Вот Мария тоже тезка. Да, тезка у тезки. Хотела вот узнать. Такие у тебя интересные номера, такие постановки. Ты, наверное, танцами занимаешься, да? Где? Ну, там, танцуешь в каком-нибудь коллективе, потому что вот такие виртуозные номера. Я, например, не могу такое сделать. Научишь, хорошо? Хорошо, будем заниматься с тобой. Машенька, ты такая замечательная и яркая. Скажи, пожалуйста, о кем ты мечтаешь стать в будущем? Модельером. Очень серьезная профессия. А ты уже что-нибудь делаешь сама? Да. Может быть вопрос к преподавателю? Преподаватель, поднимите, пожалуйста, руку. Даже вместо руки сам преподаватель просто. Скажите, пожалуйста, что можете сказать о Маше как о ученице? Она балована, не балована? Слушает? Маша великолепная ученица. Очень дисциплинированная, послушная. Трудолюбивая до бесконечности. В общем, ребенок просто замечательный. И она очень хорошо растет, поэтому. Потому что очень хорошо работает. Творчески. И кашу кушает. И, конечно. А вот танцы, танцы мы с ней ставим в основном. Да. Так что. Ну, вот выступила у нас Маша. И пришел черед следующей нашей участники. Это у нас, конечно же, Пасько Вероника. Или звезда. Приветствуем ее. Вот она уже в трех или четырех передачах у нас выступала. Вероника, скажи, пожалуйста, какую песню будешь петь? Про болотную принцессу. Про болот? И что, и такие бывают, да? Да. Болотную принцессу. Да, у вас это очень интересно. Заинтересовало это нас. Итак, про болотную принцессу. Вероника Пасько. Вот она на исходную позицию стала. Итак, про болотную принцессу. Принцесса. Принцесса. В полотном королевстве. Девочки, отец. Принцесса. Девочки, отец. Девочки, отец. Девочки, отец. И не отдам. Он на исходную принцессу. Девочки, отец. Селеная тазка. Недолго ждать осталось Уже позвали спад С соседнего болота К ней едет шапи-принц Он комаров разгонит Лягушек всех построит Цветы вокруг посадят Всем будет хорошо А на болоте кочки И не найти цветка Там не растут две бочки Зеленая коска А на болоте кочки И не найти цветка Там не растут две бочки Зеленая коска Зеленая коска И не найти цвета Там мерзнут две бочки Зеленая коска Под оболоте кочки И не найти цвета Там мерзнут две бочки Зеленая коска Спасибо, спасибо большое Не уходи, моя дорогая Это интервью, не уходи Нет, подожди, мы тебя сейчас будем Спрашивать обо всем Здесь родители есть, да? Есть Бабушка и дедушка В вашей семье кто-то еще пел Вот такой был вокалист Ну, я имею в виду взрослый Может быть Вероника, это мое воплощение Будем говорить Да, потому что я тоже в свое время Ну, как бы Стремился петь Вот, ну, в связи Жизненными обстоятельствами Не получилось Но, в принципе Я сейчас продолжаю петь В своем кругу Вот И, наверное, все-таки Какое-то передалось Именно Атмосфера в семье такая Да, да, да Да, да И, наверное, все-таки Это какие-то иены Передались ей Вероника, ты сегодня Очень красивая И платье у тебя Тоже очень красивое А вот Скажи, пожалуйста Каких певцов ты любишь? Григория Лепса Молодец Ты Григория Лепса Любишь Об одной из передач Ты говорила, что Аллу Пугачеву Измена, да? Да, измена Ну, ладно Выбор хороший Замечательный Мы сейчас нашу Отпускаем Пожалуйста Санька Проводи ее Посади Девушку нашу Которая очень убедительно Нам про болото спела Мы аж Все вот так вот Да, окунулись Силочка в болото Ну, пожалуйста Сабина, выходи Итак Это обочарая Сабина Ее преподаватель Наталья Сладковская Здесь И кто еще присутствует? Мама Еще присутствует мама Переживает Хотя Я Просил Чтобы пришел и папа Вот Не получит Да Ну, дело в том Что, конечно Это рабочий день Пятница у нас И сложно Но Передаем привет Всей семье Которая Наверняка Тебя поддерживает А что ты нам Сейчас споешь? Песня прикольных девчонок Каких? Прикольных Прикольных А что такое прикольные? Расскажи-ка мне В микрофон Если можно Ну Модные А, вот так Модные Значит, песня Модных прикольных девчонок Ну, давайте Внимательно посмотрим Что это Доходит Что за ерунда Только Можно В росте Нам На датсы И читать Учиться Надоело Быть Правильным Нет Сил Говорим И смело То, что Мы хотим Своя Обеда Гулять Девчонок По телефону Молкать Два часа Два часа Два часа Никаких Контрольных Игра Не нафиг Только Дискотеки Дискотеки Каждый день В контакте Пообщаться И в игры Поиграть С друзьями Повстречаться Перепирать Дискотеки Дискотеки Обеда Гулять Девчонок По телефону Молкать Два часа Два часа Два часа Двучка Двучка По телефону, полкать по часам, по часам, по часам, спать обеда, гулять от темно, по телефону, полкать по часам, по часам, три часа, вот это жизнь. И сейчас мы будем задавать тебе, а может быть и твоим родителям, преподавателям, такие страшные, а может и не очень вопросы. Ну, пожалуйста. Вот к Наталье Сладковской, к преподавателю вопрос. Скажите, вот Сабина, вот как она, примерная ученица или такая же прикольная и прогуливает уроки? Все, Сабинка, сейчас все про тебя расскажу. Она очень примерная ученица, она уроки совершенно не прогуливает, очень серьезно относится к занятиям. Во всем ее всегда поддерживает ее мама, всегда мы все вместе выбираем репертуар, мама очень активно в этом принимает участие. Ну, Сабину на самом деле в последнее время очень большие успехи делает, она очень-очень старается. Сабина, вот ты, наверное, еще вот в школе учишься, да? А вот ты... Еще да. Еще да. А ты там, наверное, самая прикольная девчонка. Ну... Ну, звезда, наверное, поешь, все любят. Ну, да. Мальчики, наверное, портфели носят, да? Нет. Нет? Ну, ничего еще, будут носить. Маша это точно знает. Ну, Сабиночка, хорошо, ты спела нам эту песню, ты уже готовишься, выбрала песню для следующего тура? Да. А что это будет за песня? Девочка танцует весну. Девочка танцует весну. Ну, будем с нетерпением ждать твое выступление. Садись, пожалуйста. Саша, возьми микрофон. Еще поаплодируем замечательной нашей исполнительнице. Ну, и что же осталось у нас на закуску? Евгений Дороган. Вот, Евгений запомнился тем, что во время выступления я просто не заметил, как он вышел на сцену. Он такой маленький, вот, и в белом костюме он слился с паркетом этим, с досками пола. И я смотрю на сына, тишина, пустота. И я разговариваю, разговариваю с залом зрителем. Потом мне уже, да он же давно стоит. Вот он наш замечательный. Дайте поприветствуем этого потрясающего памятника. Женечка, скажи, пожалуйста, что это за песня будет, которую ты нам дашь? Про папу. Про папу? А кто с тобой сегодня приехал? И откуда ты приехал, расскажи, пожалуйста. Ну, как место называется? Москва, где ты живешь, или как? Забыл, да? Немножечко забыл, он кивает. Тогда, пожалуйста, мама. Станица Мечотинская, Зеноградский район. На конкурсе вас мы впервые. Впервые, да? Ну, я надеюсь, не последний раз, потому что мы его снимаем, такого красивого парня. Я думаю, что он у нас все мужские в дальнейшем будет наградой. Скажите, пожалуйста, где такой достали костюм? Адрес мне скажите. Мне тоже такой. Город Ростов. Город Ростов. Ну, ладно, может быть, у нас какие-то вопросы зададут ребята. Пожалуйста, сейчас вам микрофон передадут. Нашему юной звезде я уже уверен. Да, пожалуйста. Мне хотелось очень узнать, Женя сам захотел заниматься музыкой? Я в его годы вообще ничем не хотел заниматься. Пожалуйста, передайте микрофончик. Знаете, история очень интересная. Он у нас еще не умел разговаривать, но маме уже хотелось, чтобы он пел. И так получилось, что, ну, я представила... Подождите, маме это вы о ком говорите? Это о себе. О себе, понятно. Так, ну... И у меня такое представление, вот вижу его в белом костюме, такой нарядный, красивый, и песни поет. И решили мы выучить с ним песню, то есть я сама первую песню с ним выучила. И потом мы его передали в надежные руки. Ирине Владимировне Булочкиной. Ирина Владимировна, вы преподаватель какого учебного заведения? Ну, официально его назовите. Это детско-юношеский центр «Ермак», город Зерноград. Мы являемся структурным подразделением. Структурным подразделением. А находится в станице Мечотинской, да? Да. Я почему вас спрашиваю, потому что я очень рад, что у нас в области, ну, скажем, в относительно небольших поселениях, все-таки культура как-то есть. К сожалению, редко это явление. Мы по пальцам, ну, в крайнем случае, двух рук. Я могу пересчитать места, где занимаются детьми, где все более-менее нормально. Ну, поприветствуем этих молодцов, которые находят в себе силы. Ну, Женечка, ну, а сейчас мы послушаем твою песню. Ты споешь нашу аудиторию вот эту замечательную песню, и мы узнаем, кто же такой твой папа. Когда я взрослым стану, я все позволю сыну. Руками я сметану и прыгаю мне на спину. Валяться на диване, на стенке рисовать, в руках хранить в кармане, лица не умывать. Женечка и мага, я знал секрет один. Если будет добрым папа, значит, будет добрым сын. Если будет добрым папа, значит, будет добрым сын. Кричать по лужам, бегать, спилить из стула ножки, не спать и не обедать. Скакать верхом на окошке, кручить часа к пружину, пить воду из басграна. Я все позволю сыну, когда я взрослым стану. А в душевниках и мага, я знал секрет один. Если будет добрым папа, значит, будет добрым сын. Если будет добрым папа, значит, будет добрым сын. Дорогие друзья, спасибо большое. Есть у журналистов вопрос к Женечке? Пожалуйста. Последний вопрос. Наша передача подходит к концу. Ну, такой значительный. Давай. Женя, песня замечательная. Скажи, пожалуйста, а папа тебе правда все это разрешает? Да? Потрясающе. Спасибо большое. Итак, давайте, дорогие родители, я обращаюсь к вам. Вот действовать в духе этой песни. И все ваши детки будут у нас всегда на программах, станут замечательными певцами. Я не сомневаюсь, что Женя станет великим, замечательным певцом. Женя, ты хочешь быть певцом замечательным? Молодец, немногословный. Мужчина. Нам так не хватает мужчин на сцене. Ну, а наша передача подошла к концу, дорогие друзья. Мы прощаемся. Я хотел бы вам напомнить, что наш генеральный спонсор – это ростовский международный порт. Наш официальный спонсор – это компания «Дамикс». Это лучшие ростовские, щедрые, хорошие, порядочные люди, которые помогают вот таким деткам, помогают конкурсу. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. И в этой же аудитории, и с этой же аудиторией мы уже будем с вами знакомиться с более старшими нашими замечательными коллегами. Мне Женя нравится. Он очень внимательно смотрит. Будем все такие, как Женя. Итак, всего доброго, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok